Здравствуйте, это канал газеты Рязанские ведомости и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Зима недаром злилась и обрушила на нас циклон. С пятницы на субботу мы пережили самую длинную ночь в году и теперь световой день будет только увеличиваться. Но дожди со снегопадом натворили такие беды, оставив без света почти 40 тысяч потребителей, повалив около 200 деревьев. Последствия аварии устраняли до середины недели. Особенно тяжело пришлось жителям ряда села Рязанского, Спасского и Клепиковского районов, оставшихся без тепла и воды на несколько дней. Провода покрылись льдом, это было опасно, но красиво. Белые розчерки в черном небе создавали причудливую картину, как будто на Рязань наложили гигантский штрих-код. Дело идет к цифровизации, подумали жители и не ошиблись. В следующем году продолжится внедрение цифровых сервисов везде, где только возможно. Система «Безопасный город» будет прирастать умными камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. В поликлиниках внедрятся электронные запись к врачам и обмен медицинскими данными по компьютерам. Система долговременного ухода за пожилыми получит голосового помощника, который сможет информировать граждан об услугах. Электронное образование дополнится сервисом для одаренных детей. Добавить бы нам еще цифровизации на транспортных остановках, где неделями не работают информационные табло. Да вот еще граждане жалуются в соцсетях. Электронные помощники в организациях с функцией автоответчика не облегчают, а затрудняют решение проблем. Не хватает этим роботам ни пропускной способности линии связи, ни интеллекта, хотя бы искусственного. Казалось бы, выбор сделан, цифровизация внедряется ради людей, а не для того, чтобы от них отгородиться. Но может случиться и другая история, о чем и заставил задуматься ледяной штрих-код над городом, как будто сама стихия на миг явила нам матрицу из культового фильма. На самом деле, эту матрицу мы давно создали своими мыслями. И не стоит искать здесь вредного программиста из параллельного мира. Вместо слова «есть» нам долгое время подсовывали слово «будет». Мы не заметили, как погрузились в искусственную реальность. Будет построено, будет создано, будут обеспечены, будет, будет лучше, но не сейчас, а завтра, когда-нибудь потом. И так годами, десятилетиями. В Новый год хочется загадать желание, чтобы «жизнь со словом будет» превратилась в «жизнь со словом есть». Надо сказать, что в Рязанской области весь этот год старались будущее время переводить в настоящее совершенное. И не только на уровне грамматики языка. Местным властям дана установка активнее участвовать в федеральных программах. В Рязани ярче стало уличное освещение. Это пока мало коснулось дворов и спальных районов, где порой не сыскать ни одного фонаря. Но прогресс налицо. Появился вместительный пассажирский транспорт, 58 современных троллейбусов и 92 новых автобуса большого класса, 25 на подходе и еще 28 поступят в следующем году. Но схема движения и расстановки автобусов на маршрутах пока мало удовлетворяет потребностям горожан. Покупка новой уборочной техники, в том числе малогабаритной, сделала улицы и трассы более проходимыми. Переход от лопаты к механизированной уборке частично состоялся, но далеко не везде. Стремление находиться в настоящем моменте, а не в отдаленном будущем, отразилось даже в поручении Павла Молкова местным властям заливать катки, не дожидаясь сильных морозов. Не ждите минус 10 градусов, таких зим уже не бывает. Заливайте при минимальной минусовой, дайте людям отдохнуть, ускорял чиновников на заседании правительства губернатор. Брошена сила на долгострой. В понедельник еще одной затянувшейся стройкой в областном центре стало меньше. Открыт музейный центр на улице Соборной, на возведение которого понадобилось 8 лет. Для сравнения, доходные дома в Санкт-Петербурге, которые теперь образуют неповторимый облик северной столицы, строились в 19 веке за полтора-два. К событиям года можно отнести и воссоздание облика торгового городка. Много лет мы говорили о нем исключительно в будущем времени, и вот почти все павильоны представили перед нами в первозданном облике. Определена судьба бывшего кинотеатра Родина он перешел в ведение областной филармонии. К сожалению, менее известны перспективы Института культуры и здания бывшего универмага на улице Соборной. Эти последние дни перед праздниками люди стараются выйти из привычной матрицы своего ума и перевести его в умиротворенное позитивное состояние. Ведь как со Старым Годом попрощаешься, так Новый Год и встретишь. Рязанцы с удовольствием втянулись в игру «Узнай знакомого в гриме Деда Мороза». На прошедшей неделе зимние волшебники ходили парадными расчетами по Лыбецкому бульвару, давали концерты на улицах и площадях, приезжали на поезде из Великого Устюга, открывали резиденцию в лесопарке и даже проводили прямую линию на официальном паблике областного правительства. Рязанцам будет где погулять в новогоднюю ночь, но осмотрительность не помешает. Любителям считать звезды на бутылочных этикетках, а потом блуждать в трех соснах, лучше не появляться в торговом городке, ведь там этих елок установили не три, а 160. «А вы не путайте своего зеленого змея с нашим китайским драконом», возразят некоторые. Что ж, их право, но, пожалуй, самым оригинальным будет празднование Нового Года в Кремле. В ночь на 1 января там пройдет богослужение, а в полночь 12 раз пробьет колокол на соборной звоннице. С этого момента все наши нынешние проблемы станут прошлогодними. Господь с ними. Сбросим с себя эту ношу и отправимся в 2024-й налегке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok